Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Лагнапару! Темнота! А мы бежим на кино. Все, мы приехали, у нас вот такие автоматы стоят. И я сделала резерв, если он сфокусируется, еще в четверг или в пятницу, по-моему, я сделала резерв. А у нас вот одно место получается 460 рублей, что ли. И вот по этому коду, в принципе, мне должны сейчас дать наши билетики. А вот они наши билетики. Каждый раз я снимаю этот... О, смотри, здесь еще комиксы стали продавать. Каждый раз снимаю этот бар. У нас очень крутые здесь всякие штуки продаются. О, над водичкой купить. Какую нам водичку взять? А что, они перестали витель продавать? Видимо, да. Ну, все, берем водичку и идем встречаться с мамой. Может, на обратном пути я все более подробно поснимаю. Хотя я много раз уже снимала, что у нас тут бывает. Все, мы вышли. Мы дешевле в тюрьме. Мы смотрели богемскую рапсодию. Ну, как, что прогрессивное человечество в мире сейчас. Где? В общем, у нас в Москве, наверное, премьера состоялась в четверг. И мы давно вот так быстро выходили. Ну, сегодня был полный зал, хоть сегодня вечер в понедельник. Обычно такого не бывает в понедельнику. В понедельник, да, но мы не смогли ни на пятницу, ни на седу, ни на воскресенье забронировать места, чтобы в середине было. Ну, в то время, в любое время, там все было сочетание. В общем, в реглере, все прогрессивное человечество заходит на этот фильм. И, в общем, сложно было представить, что с такой музыкой можно будет провалить. Ну, актеры играют, да. Я плакала. Ну, потому что я очень люблю эту группу. Все... Он в Я Робот играл, Рэми. Его зовут Рэми, фамилию я не помню. И играет шикарно. И я вообще очень люблю эту группу. Все слушали Руки вверх в 90-е годы, а я слушала Квин. Мне всегда потрясает мнение Голливуда воссоздать атмосферу времени, в котором происходит действие. Это всегда просто потрясающе. До мельчайшей деталей. Все начинается в 70-м году, я говорю, Аня, ты, мама, закончила школу. И вот прям, вы знаете, ну вот все-все-все, когда даже показывают последние кадры на стадионе, и выборочно показывают людей, ну вот все, прически, одежда, даже глаза, поведение. Вот как они умеют это делать, и вот ты действительно погружаешься в это время, в этот мир, в чувства были другие, так же, как они в этом шикаре. Сто лет назад все другое было, и сейчас другие чувства, поведение людей все равно отличаются. Вот как они это умеют делать. А, конечно, как этот фильм, вот просто издалека вообще невозможно представить, что это на фрагменте. Когда он очки одевает, то вообще... Нет, когда он там вот стойка встает, и когда очки, это вообще просто, да, он перевоплотился. Я смотрела несколько интервью с ним, ну сколько он работал для того, чтобы действительно сыграть так эту роль. Они мне все это вот рассказывали, рассказывали. Фильм уникальный просто, уникальный на самом деле. И как его взяли, я всегда как-то вообще в восторге дико, очень критично отношусь к фильму. И я, собственно, читала отзывы у нас. Ну, в стакане, я посмотрела, что я всегда в таком дикой восторге. Я шла так, думаю, ну ерунда, наверное, только. Нет, конечно, мощный фильм, но... Я не знаю, наверное, процентов 80 все-таки играет музыка. 60-70. А музыка... Ну, на самом деле он сыграл потрясающе. И постановка невероятная. Все очень динамично. Одно к одному. Растянутость. Посмотри какие-то, знаете, вот ненужности. И, с одной стороны, клипов, а с другой стороны, вообще-то разрезывается, конечно. Вся нить, вся идея. В общем, входите на этот фильм. Если вам нравятся Queen и Freddie Mercury, то вдвойне и втройне вам будет приятно. Я никогда ничего не переживаю. Но это да. И, кстати, нужно посмотреть в кинотеатре, потому что там есть такие кадры, которые просто на большом экране шикарные с этим звуком. Ну, в общем, мы сегодня в полудвоечнице. Почему? Ну, потому что вы вторую часть дня сняли, а первую часть дня никто не снимал. Почему? Я в первой половине дня побежала к врачу, потому что я записалась к гастроэнтерологу, ну, чтобы перед отъездом пройти там все анализы, исследования туда-сюда. Когда мама занималась тоже своими делами. Да. Да. Потом я работала. Не менее важными. Да. Мама тоже, опять же, работала, занималась своими делами. В общем, сегодня день какой-то был вот такой вот. Это то в конце мне очень понравилось. Ну, вы же все знаете, что Аня очень любит рекламу. Да. Кино. Да, я ее не пропускаю. И мы сегодня в рекламе увидели очень много фильмов. Три. Мне кажется, четыре. Не знаю, по-моему, три все-таки. Я еще говорю, Ань, каждый день, что ли, надо ходить в кино. И пришли домой, и представляете, уже нашли в интернете один фильм. Один фильм. И уже его посмотрели. The Glenn Close. Называется «Жена». Еще там были «Вдовы» и «Колет». Причем они все, вот сначала «Вдовы», потом «Жена», потом «Колет». «Колет» с «Женой» созвучная, ну, в сюжете просто созвучная. А «Вдовы» и «Жена» просто по названию. Ань, а «Колет» это что, приквел, что ли? Жены, да. Ну, в общем, очень смешно. Мне кажется, что «Вдовы» такой должен быть. Динамичный, динамичный фильм. Там из «Как избежать наказания за убийство» главной героини, вот актриса играет, а она в плохих фильмах не играет вроде как. Полин Фаррелл. Да. Еще кто-то там. Еще кто-то там. Я не помню точно по именам. А в «Колет» играет... Кира Найтли. Кира Найтли и... Второго я не знаю по имени. Артист, который играл в «Любовника» главную роль. Ну, в общем, у нас сегодня, видите, влог, такой киновлог получился. Да. Да. У нас, кстати, еще куплены билеты на еще один фильм. Мы не будем вам говорить на какой. Да, знают все. Ты уже все сказала. Не говори. Еще на один фильм. Вот. Только я не помню, когда мы идем. Я помню. Да? Не волнуйся. Да. У меня записано. У меня резинение. Я помню. Мне сегодня пришла неприятная опять новость, что мой заказ из Сифоры еще даже в Америке не доставлен в пункт. А ты даже рассказывала, что ты делала. Я уже рассказывала. Рассказывала, что это так все долго. Опять вот они мне написали, что это... Опять они не знают, где мой заказ. Они его ищут. Тудым-сюдым. В общем, главное, до отъезда бы получить его. Вообще. Да. Вот так вот. На улице, чтоб вы знали, минус семь и так резко холод напал. Мы уже избаловались за весну, за лето, за осень. Да. И так не хочется. Ну вроде бы... Мне было очень холодно, когда мы вышли. Снова будет там плюс один, плюс два. С кинотеатром. Ну... Потеплее. Прям вот... Резко. Вчера тоже было так? Или ты сегодня? Когда ходила-то ты? Я и вчера, и сегодня ходила. Ну... Не знаю. Не, но мне все равно кажется, что резко было плюс пять. Нет, сегодня, да. А сегодня прям вечером, вот сейчас мы выходили из кинотеатра, минус пять-семь. И выходили уже в зимних пальто, и что-то я прям продрогала хотя. Я в своих тепленьких, с ночосиком, леггинсах ходила. Не, но уже в этих пальтох ходили, и минус десять, и ничего нормально было. Ну да. В общем, что-то как-то непонятно. Непонятно. Просто мы пригрелись привыкли. Это, наверное, потому что мы из тропиков попали в мороз. Да. Для нас это очень неожиданно, как снег в Москве, который каждый год неожиданно выпадает. Да. Так вот. Ну что? Ой. Такой небольшой вложик. В общем, понедельник прошел успешно. Мы начали культурную жизнь. Это был, по-моему… А, это был понедельник, действительно, а не вторник. Действительно. Что-то я совсем уже запуталась. Пишите, пожалуйста, какие вы ожидаете фильмы. Я тут зашла на Кинопоиск, в самые ожидаемые фильмы, и на первом месте стоит… Говорит, мам, угадай, какой на первом месте фильм? Стекло. Я говорю, а что это такое? Это про супергероя. Там играет Сэмюэл Л. Джексон. Вот какие самые ожидаемые фильмы. Да. И Брюс Уиллис. Ну, должен быть, я думаю, интересный такой фильм. В общем, ждем от вас каких-то таких хотелок, фильмов… Какого баса мы ожидаем? Да. Которые вы ждете. А потом скоро же опять Оскар? Да. Я даже еще не видела, какие фильмы будут номинироваться. Я бы хотела, чтобы «Богем» скоро «Абсудию» номинировали. Ну, что может быть? И этого актера… Какой-то «Ла-ла-ленд» номинировали. Вот именно. Я знаю, кому-то «Ла-ла-ленд» понравился, но… А здесь очень много острых тел. Очень. И мы ждем от вас таких рекомендаций. Уже в третий раз я об этом говорю. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Курсинга, gods. Субтитры подогнал «Симон»